Селегазпродприемства в области завершают перевод живёл на зимово-стойловый период. Как правильно это робить, как не снизить объёмы вытворчасти молока? Амаль 500 специалистов со всей Могилёшчины собрались на базе ведущих господарок городского района. Городский район был и застаётся флагманом по вытворчасти молока, до прикладу. На племзаводе Ленина садят особливые виды трав. Зараз начинают аж пятый укос. Кармона запасили на полторы годы. Здесь валовое производство молока 12 тонн, это 116% к уровню прошлого года. Здесь находится 680 голов двойного стада, в среднем на коровы мы двоим 16,7 литра. Коровы, как положено, по технологии расставлены по фазам лактации. Здесь у нас на комплексе три сырая, и в этих трёх сыраях мы используем 6 рационов для достижения наших результатов. До зимового рациона коровы треба перевозить плавно. Змешивать кормы с ножом таким чином не снижаются удои. Делятся опытом городские живёловоды. Як доглеживать молодняк, як одновлять статок. Усе проблемы обмярковывали до Талёва. Сюда приветствовала эти семинары, сюда что-то новое привозишь с собой. Лично для себя что? Ну, лично для себя. Знание мне очень нравится здесь. Содержание коров, хорошее. Сухо, подсилка, комфорт коровкам. А что больше надо? Интересные подходы по содержанию, особенно молодняка. От рождения до 75 дней. И вот хотелось бы здесь, чтобы тоже вот этот опыт как-то перенялся не только в нашем хозяйстве, но и в других. Миновито от правильных технологий выросшивания молодняка догляд у коров после отёлу. И увогули их рациона залежить объёмы вытворчести молока. Перед животноводами Могилёвской области на сегодняшний год стоит задача, чтобы мы по году надоели 738 тысяч тонн молока. А это получается 100% к уровню прошлого года, но в то же время 190 тысяч на 3 месяца. Это вопрос и задача очень серьёзная. Головные окажут специалисты правильно перевести статок на зимово-стойловый период. Татьяна Сергеевич, Юрий Ауласо, Новин Регион.